Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Карачаева Черкесия». События пятницы в репортажах наших респондентов и главные новости. Состоялся финал конкурса главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова «Кадровый резерв». Конкурсанты предлагают множество проектов, направленных на развитие Карачаева Черкесии. Быть ли третьей волне коронавируса, когда начнется спад пандемии? Что говорят ученые и на что рассчитывают в Минздраве России? За этой партой сидел Игорь Александров. За мужество и отвагу, проявленный в Афганистане, был награжден орденом Красной Звезды. Сегодня за партой героя сидят лучшие ученики школы. Она по сей день не жалеет о выбранной профессии. Свой 70-летний юбилет отмечает почетный работник общего образования России Рада Эркенова. Сегодня в Ставрополе глава Республики Рашид Тимрезов вместе с главами субъектов СКФО принял участие в совместном с полпредом президента России в Северокавказском округе Юрием Чайкой в выездном совещании секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. Основное внимание уделено мерам по противодействию правонарушениям в ходе реализации нацпроектов. Кроме того, на совещании были затронуты проблемы обеспечения безопасности граждан на транспорте. По итогам совещания был принят ряд решений, направленных на необходимость повышения уровня взаимодействия всех заинтересованных участников, органов исполнительной власти, субъектов СКФО, правоохранительных и контрольно-надзорных структур. И сегодня глава Республики Рашид Тимрезов принял участие в заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории страны под председательством вице-премьера России Татьяны Голиковой. Обсудили текущее положение дел, состояние системы здравоохранения в целом. Были озвучены результаты мониторинга, наличие специализированных коек в медицинских учреждениях, обеспечение лекарственными препаратами и промежуточные итоги вакцинации в регионах. Общая ситуация в стране нет регионов, где бы наблюдался подъем уровня заболеваемости. В том числе в Карачао-Черкесии, где на протяжении последнего времени ежедневно фиксируется снижение уровня впервые выявленных случаев заболевания коронавируса. Коечный фонд есть в достаточном количестве. Часть госпиталя переводится постепенно в резерв. По вакцинации республика тоже идет хорошими темпами. Уже вакцинировано 5300 человек. Работают 15 пунктов вакцинации. Для работы в них привлечено 23 врача и 29 средних медицинских работников. Почти год активная молодежь, используя свои знания в той или иной отрасли, участвовала в проекте главы Карачао-Черкесии «Кадровый резерв». Они реализовали способность принимать участие в реализации управленческих решений для развития региона. Сегодня стартовал финал конкурса. Когда узнаем имена победителей, расскажет Альбина Ламкова. Чем они отличаются от стандартных методов управления? Вот наверняка вы когда-нибудь рисовали диаграмму ГАНТА. Более 100 представителей Карачао-Черкесии и других регионов боролись за право войти в состав кадрового резерва. Встречи на всех этапах проходились с привлечением экспертов, модераторов и психологов в формате дискуссий и мастер-классов. А сегодня уже состоялся финал конкурса главы Карачао-Черкесии Рашида Тимрезова «Кадровый резерв». В нем принимают участие 39 человек. Один из финалистов – Аслан Канаматов. Он готов развиваться и приумножать знания, чтобы принести пользу своей республике. Конкурсантами было предложено и разработано множество проектов. Они затронули разные отрасли народного хозяйства. В полуфинале была идея налаживания межнациональных отношений. В финале я планирую выдвигать идею по улучшению экологической обстановки путем раздельного сбора мусора. Я думаю, это актуальная тема. И в нашей республике это очень сильно поддержку получит. В маленькой Швейцарии – это наша мечта. Прозрачность и объективность – это принцип проекта. Для профессиональной оценки каждого этапа был подобран экспертный состав. Его члены и отбирали участников для управленческого потенциала региона. В заключении в рамках подготовки к финалу был представлен видеокурс. На этих уроках участники проекта «Кадровый резерв Карчаева-Черкесии» получали знания по созданию, написанию и получению поддержки на социальные и бизнес-научные программы для того, чтобы в итоге представить свою идею на самом высшем уровне, отметила Дарья Зинковская, эксперт конкурса. Завтра в рамках финала участники будут презентовывать уже разработанный проект. Экспертная комиссия, которая представлена разными регионами России и разными сферами деятельности, будет выбирать лучшие, в принципе, не проекты, а лучшие именно управленческие кадры. Насколько мы знаем, что уже есть несколько назначений именно для финалистов проекта. И также у них будет возможность встретиться с главой и рассказать свои идеи. Финал конкурса «Кадровый резерв» будет проходить три дня. Имена победителей будут названы уже 21 февраля. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 18 667 человек. Из них 16 950 выздоровели, 374 госпитализированы. Все чаще различные специалисты, особенно в интернет-изданиях, публикуют материалы о скором пришествии третьей волны коронавируса. Однако такие прогнозы не совсем корректны. Что такое эпидемиологическая волна и с чем связана волнообразность эпидемии, узнавал Мураджан Кёзов. Пандемия с греческого переводится как «весь народ» и характеризуется распространением инфекций на всей территории государства и сопредельных территорий. Это болезнь, которая приняла массовый, повальный характер. Но не стоит путать понятие эпидемиологической волны, которая может продолжаться годы, и сезонного подъема инфекционных заболеваний. Иначе говоря, первая волна коронавируса продолжается и в настоящее время. Говорить о волне, в общем-то, не очень может быть правильно, потому что между первой и второй волнами должен быть абсолютно чистый промежуток, то есть без времени, в течение которого не регистрируется случай заболевания коронавирусной инфекцией. Между первым и вторым подъемами заболевания у нас не было такого промежутка времени, поэтому, наверное, будет более правильно говорить не о волне, а о эпидемиологическом или пандемическом подъеме заболеваемости. Большинство ученых сходятся во мнении, что пандемия коронавирусной инфекции уйдет к лету, но останутся периодические подъемы заболеваний, особенно в весенний и зимний периоды. На эпидемиологический подъем заболеваемости влияют ряд факторов. Первое – это процент переболевших. Второе – это процент вакцинированных. Третье – это наличие мутированного штамма на территории, где циркулирует вирус. Четвертое – это эпидемиологические ограничительные мероприятия, которые существуют и которые также влияют на подъем заболеваемости. В Минздраве России рассчитывают до конца текущего года переломить ситуацию с эпидемией коронавируса путем массовой иммунизации населения. В итоге число привитых может достичь десятков миллионов человек. Этого достаточно для коллективного иммунитета. Однако тревогу у врачей вызывают новые, мутировавшие штаммы коронавируса. Если эти мутированные штаммы будут циркулировать на территории Российской Федерации, в частности на территории Карачаева-Черкесии, то, естественно, процент заболеваемости будет возрастать. И коэффициент распространения коронавирусной инфекции также будет возрастать, что приведет к осложнению ситуации. То есть, я думаю, что все-таки в конце марта, начале апреля, несмотря ни на что, пандемия не завершена и подъем заболеваемости возможен. История не знает примеров, чтобы инфекционные процессы продолжались бесконечно. Обычно эпидемия продолжается год-два, затем случится неизбежное ослабление вируса, и он перестанет вызывать тяжелые формы болезни. Главное – грамотно предохранять себя и своих близких. Мурат Жангёзов, Мухаммед Ашебоков, Вести Карачаева-Черкесия. МЧС информирует. С 19 по 21 февраля в горах Карачаева-Черкесии лавина опасна. Но сейчас узнаем прогноз погоды на завтра. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии местами небольшой снег, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 9-14 градусов мороза, днём минус 4, плюс 1. А в горах ночью до 19 градусов мороза, днём до минус 9 и на дорогах гололедится. В Черкесске без существенных осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 9-11, днём 2 градуса мороза и на дорогах гололедится. Новое поступление шуб. Скидки до 50% на всё. Куртка в подарок. Ветские меха. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Встречайте весну с Московским индустриальным банком. Весна ближе, ставки ниже. Возьмите кредит до 3 миллионов рублей по ставке 5,9% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Это «Большие вести» в прямом эфире и мы продолжаем. Приближается день защитника Отечества. Наша республика славится своими героями, которые защищали честь и свободу Родины. Четвертая школа Черкеска гордится своим выпускником Игорем Александровым, участником боевых действий в Афганистане. В учебном заведении состоялось торжественное открытие парты героя. Ученический стол с фотографией воина-интернационалиста, а также информация о его биографии и военных заслугах расположился в музее школы. Об акции, которая стала доброй традицией, расскажет Аслан Гирюков. Парта героя – проект реализуемый в каждом регионе нашей страны. Целью является патриотическое воспитание подрастающей молодежи. Игорю Александрову она посвящена неспроста, ведь он был выпускником этой школы. До службы в армии работал фотографом. В 1981 году был призван вооруженной силой СССР. Срочную службу проходил в Афганистане. В апреле 1982 года при прочесывании территории взвод, в котором он действовал, был атакован внезапным огнем. В ходе военных действий Игорь Аршакович подавил три огненные точки противника, получил ранение и скончался на поле боя. За мужество и отвагу был награжден орденом Красной Звезды посмертно. Служили вместе в одной бригаде в городе Кандагар, Афганистане. Правда, в разных батальонах, но в одной бригаде. Ну, как человек он ответственный был. Учился хорошо, ответственный, принимал участие в школьных мероприятиях, в жизни школы, никогда ни в чем не отказывал. После официальной части состоялось торжественное открытие парты героя, на которой можно узнать информацию об Игоре Александрове. В четвертой школе есть свой музей боевой славы, в котором она будет находиться. За партой героя будут сидеть самые лучшие школьники. Такие парты, они сегодня есть во многих школах в этой школе. Это первая парта. Ну, не обязательно с привязкой, где учился человек, как бы эти парты открываются. Но сегодня, видите, получилось так, что этот парень закончил именно эту школу. Сегодня получилось пообщаться и с одноклассником, и со служивцем, который вместе с ним ушел на эту войну. Мы должны сегодня использовать все инструменты, которые позволяют нам воспитать в молодых людях и чувство патриотизма, и чувство любви к своей родине. Такие парты каждый год открываются во многих школах нашей республики. Эта добрая традиция помогает привить школьникам чувство гордости за свою страну и героев, которые жили ради мира и счастливого будущего. Аслан Гирюков, Ислам Урумов, Вести, Карачаева, Черкесия. Всю свою жизнь она посвятила развитию образования и воспитанию подрастающего поколения в республике. Свой 70-летний юбилей отметила помощник директора Карачаева-Черкесского филиала Московского университета «Синергия», ветеран труда, почетный работник общего образования России Рада Иркенова. Сегодня виновница торжества продолжает служить науке и отмечает свой юбилей в стенах вуза. О жизни народного педагога Алихан Лепшоков. Быть профессионалом и любить свое дело – вот жизненный девиз помощника директора Карачаева-Черкесского филиала Московского университета «Синергия» Рады Иркеновой. Она является дочерью знаменитого Хусейна Эбзеева, который в 60-70-е годы прошлого века руководил киностудией Киргизской ССР. Мать Рады Хусеевны, Супья Таджиева, почти всю свою жизнь прививала любовь к родному языку в Тибердинской школе. «Возможно, поэтому, наверное, я пошла по ее стопам и стала педагогом», рассказывает Рада Хусеевна. С 1957 года до выхода на пенсию, ни дня отдыха не зная, мама работала учителем в Тибердинской школе. Видимо, вот она была для меня примером и послужила примером. Я выбрала эту специальность. По сей день не жалею, что я выбрала эту специальность. Почему? Потому что смотреть, как растет молодое поколение, и оно растет достойное, и в этом есть какая-то частица моего труда, очень отрадно. Рада Иркенова занимала много разных руководящих должностей в сфере образования. Была директором Дома пионерии и начальником Карачаевского отдела образования в Министерстве образования и науки Карачаева Черкесии. Она внесла неоценимый вклад в дело совершенствования методов обучения и воспитания подрастающего поколения. Ею были опубликованы десятки научных статей в различных изданиях, которые нашли применение в школах и вузах республики. Рада Хусеевна отмечена различными правительственными наградами, в том числе медалью ветерана труда и нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации». После того, как проработала я здесь года два, перевели меня в Министерство образования. Проработав 9 лет в Министерстве образования, я ушла на заслуженный отдых, на пенсию. Но была пенсионером недолго, года два была пенсионером и перешла опять на работу с энергией, вот по сей день продолжаю трудовую деятельность. Рада Хусеевна уверена, что именно от грамотности педагога зависит развитие воспитания будущего поколения. Сейчас она часто пишет детские произведения на родном языке. В эпоху развития современных технологий нам очень непросто дать знания, но и воспитать нравственно здоровое поколение, отмечает педагог. Очень важно для преподавателя быть профессионалом, любить свое дело и свои знания передавать молодому поколению. Но при всем при этом, не теряя нравственное воспитание, чтобы поколение выросло, это многого стоит. И вот я всегда говорю, пусть будет на уроках средней школы, пусть будет на занятиях в университете, всегда детям надо напоминать о нравственном воспитании. Коллеги Рада Хусеевна отмечают, что она умеет находить общий язык со своими студентами и стать мостиком между храмом знаний и молодым поколением. Такой была пятница в Карачаево-Черкесии с наступающим праздником Днем Защитника Отечества. Приятных праздничных выходных и ждите вестей. Редактор субтитров А.Семкин